Электроника Видеоспорт 3 Игровая приставка, производившаяся под одноименной торговой маркой Электроника и выпускавшейся компанией Беном, является приставкой Pong-типа и системой первого поколения. По некоторым данным, выпускалась примерно с 1983 по 1990 год, а цена в конце 80-х варьировалась от 96 до 115 советских рублей. Помимо простой покупки в магазине, ее можно было выиграть и в лотерее ДОСААФ, стоимость билета которой составляла на тот момент 50 копеек. В наше же время она продается на любых площадках. Неважно, украинский OLX это, российский Авито или белорусский Куфар, вы сможете ее найти везде, в любом состоянии и по любой цене. Правда, зачем вам она сейчас, не очень понятно. В нее входит сама приставка, два необычных по дизайну джойстика, которые не похожи на современные, блок питания Электроника D215 со следующими параметрами, руководство по эксплуатации и пистолет. А техническая часть на ваших экранах. Сам К-145 и К-17 является микросхемой из серии К-145, применяемой в основном в тех же советских игровых системах первого поколения, то есть Pong-типа. И является также аналогом американской микросхемы General Instruments AY3-8500 1976 года выпуска, которая в свою очередь являлась основой многих зарубежных игровых пункт-систем, выходивших задолго до третьего видеоспорта. И не только его. В К-145 и К-17 24 ножки, отвечающие за питание, звук, запуск игр и так далее и тому подобное. Есть также несколько дополнительных микросхем другой серии, 176-й, позволяющие получить разнообразие режимов, которые микросхема К-145 сама по себе обеспечить не способна. Что касается игр, тут все очень просто. Любые спортивные игры на любой вкус. От футбола до серии игр стрельба, от первой до четвертой. Тут скорее всего понадобится пистолет. И знаете, пожалуй об этих играх говорить нечего. Графическая составляющая, разумеется, до жути простая, все-таки это первое поколение. Да и многие игры вам возможно знакомы, поэтому переходим к следующему. Как я уже сказал выше, продается она на любой площадке Украины, России и Беларуси, бывших странах Советского Союза. В Украине она продается почти во всех городах и областях, за исключением Крыма, Донецка и Волганска. Правда учтите один момент, она не дешевая. Все зависит также и от состояния. Вот например новая 90-го года выпуска стоит 17 тысяч рублей. Остальные в нормальном состоянии могут также стоить 3 тысячи, 4 тысячи или 5 тысяч рублей. В Украине, например в городе Харькове она стоит 9 тысяч рублей. В столице может стоить 5 тысяч. Беларусь я не покажу, потому что ее нет. Да, я слукавил. Тем не менее, ее можно сейчас даже купить, но правда зачем она вам нужна, не совсем понятно. Опять же, если вы не коллекционер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова